это были девяностые мы лечили как могли и как еще можно было в далекие 90-е годы действительно работать психотерапевт исключительно в наркологии потому что и сейчас в общем то большинство людей считает что пойти на прием к психотерапевту это уже признать что ты не справился сам что ты не смог каким-то образом решить свои личные проблемы это как-то не по мужски не по-женски не по-человечески а тогда то уж тем более пойти к психотерапевту это означало признать себя сумасшедшим то ли дело к наркологу тут все ясно человек заболел его надо лечить очень часто приводили как раз людей которые не то чтобы лечиться не хотели потому что не хотели бы не пришли но тем не менее оказались жестко вдвинутыми в определенные рамки ну типа либо лечись либо конец работе конец семье куча неприятностей ну и так далее зачем люди пьют что нереализованного есть в жизни что они вынуждены прибегать к не самому лучшему прямо скажем вариант я помню человека которого привела ко мне под конвоировала жена которая поймала его в заводской проходной пока он еще не успел принять вечернюю дозу я помню как я работал с ним как я задавал ему этот вопрос как я задавал этот вопрос в гипнотическом состоянии даже не ему той части его подсознание глубинной мудрости глубинных желаний которые могли осознать зачем человек пьет я помню как он хрипло выдохнул свобода потому что очень часто в окружающей нашей жизни люди не умеют не научаются реализовывать свои очень важные человеческие по-настоящему человеческие побуждения такие как свобода такие как реализация самого себя такие как счастье такие как ощущение спокойствия тепла уверенности в себе любви к себе принятия себя таким какой ты есть а тут вроде как все понятно все легко вот она соточка вот закусила еще соточка и вот тебе появляются самые ирзац вариант свободы ирзац вариант любви к себе ирзац вариант самореализации ирзац вариант счастья почему ирзац потому что потом приходит утро сегодня очень много говорят о том что замены счастью замены любви замены принятия себя могут являться не только алкоголь работа работа деньги в конце концов секс а у некоторых даже семья но для меня всегда критерием является счастливший человек утром просыпается ли он и ощущает ли он это счастье счастье спокойствие принятие себя свободу с добрым утром дорогие мои хорошего вам дня а а а